Привет всем! Я нахожусь в Берлине, и у меня очень мало времени на видео, поэтому сегодня я сниму Get Ready With Me. У меня есть буквально 20 минут. Мы собираемся на Блошиный рынок, сегодня воскресенье, середина февраля, на улице пасмурно. Сегодняшнее видео — это, можно сказать, комбинация First Impressions и Get Ready With Me и The Eva Hall, потому что я несколько дней назад прошлась по сайту The Eva и накупила пару новинок. В частности, вот такую палетку — это The Eva Matte Eyeshadow Palette. Её можно купить пока что только на официальном сайте The Eva. В принципе, ну, за исключением того, что нужно платить за доставку, по Европе доставка не очень дорогая — 3,50. Сейчас я вам покажу цвета. На самом деле, отзывов на эту марку и, в частности, на эту палетку пока очень мало. Даже англоязычных не так много. Вот такая палетка, вот такие цвета. Все цвета, конечно, матовые, как можно понять из названия. На самом деле, мне кажется, с этой палеткой можно сделать огромное количество разнообразных макияжей. Возможно, я сделаю отдельное видео именно First Impressions или какой-то обзор этой палетки других продуктов, которые я купила в этот раз. Сейчас просто сделаю макияж, потому что мне действительно надо спешить. Итак, помимо The Eva, так как я сейчас в Берлине, я прошлась по их драгериям, в частности, ДМ, и тоже купила парочку вещей, которые я сегодня буду использовать. Так что, в основном, сегодня будет макияж с использованием продуктов первый раз. Я потом посмотрю, как называются такие теги. Что я буду сегодня использовать? Я купила вот такую основу от фирмы Astor. Skin Match Protect Foundation с антиоксидантами, увлажняющая и SPF 18. У меня оттенок Golden Beige 102. Я уже нанесла серум, тоник, вернее, тоник-серум, крем не наносила, потому что как-то вот мы вчера ходили в сауну, в спа, типа как спа-центр, напарились, наделали скрабов и, в общем, понаносили разных масок. И кожа просто такая увлажненная, то есть даже как-то мне не захотелось наносить никакой крем, я просто нанесла серум и сейчас нанесу эту основу. А так как она еще и увлажняющая, то, я думаю, все будет нормально. Так, буду использовать такую степлд, такую Eco Tools кисточку, похожую на кисточку для нанесения пены для бритья. Основа довольно жидкая. Мне кажется, я угадала с тоном. Мне всегда казалось, что у меня с каким-то розоватым подтоном кожа, может так и есть, но либо у них что-то с разметкой, с тонами не то, либо у меня действительно не с розоватым подтоном кожа, потому что это у них фигурировало как... О, боже, я забыла. Ну, в общем, Golden Beige, это, как мне кажется, это более желтый подтон, правильно? Пахнет отлично, очень нравится. Таким еле уловимым что-то напоминает, знаете... Если знаете, как пахнет Aven, некоторые продукты, то есть так, ненавязчиво, но и не... Как бы не косметически, да, не вот этими старыми помадами. Пока что мне очень нравится, как на лице. Совсем незаметно, что у меня что-то на коже есть. Но, опять же, это не будет какого-то плотного покрытия. Вот у меня там какие-то покраснения есть. Оно их не перекрывает, но я и не люблю такие тональные основы, которые перекрывают. Итак, как я сказала, мне нужно спешить. But first coffee. Нанесу базу под тени от Заива. Это не из новых покупок, но из предыдущей, когда я купила Заива Cocoa Blend. Мне очень нравится эта база. И как раз вот эта база, она для матовых теней. Хотя я ее использую под все тени. Но здесь она прям то, что надо. Так как у нас сейчас час дня, я не хочу делать, естественно, еще и воскресенье. Я не хочу делать интенсивный макияж. Но посмотрим, как получится. А то буду как... Еще подумают, что я после субботней дискотеки возвращаюсь. Не успела смыть макияж. А что такое бывает? С людьми. Из новых покупок у меня карандаш для бровей Graphic Browse Amos. Он, я так понимаю, самый светлый для блондинок. Не знаю. Я его попробовала. Он такой тверденький. Посмотрим. Потом две помады. Одна жидкая матовая, вторая классическая в классическом стике. Тоже матовая. Одну я уже испробовала. Жидкую. Называется Matte Chat. А сама серия помад Pure Velour Lips. Очень классно. Сегодня я не буду ее использовать. Она, ну, немножко она... Она не ярко-красная, но все-таки, мне кажется, будет ярковата для цели сегодняшнего нашего похода. А вторая помада из серии Luxe Matte Lipstick. Hirst to Hold цвет называется. На сайте мне казалось, что она такой цвета пыльной розы. В реальности не знаю, как получится. В общем, она на магнитной такой защёлке. Вообще ничем не пахнет. Ну да, похоже, что она цвета пыльной розы. Посмотрим, как будет. Я вот думаю теперь, какой... Если я хочу этой помадой накраситься и заодно испробовать ее, потому что она вот новая-новая, совершенно нетронутая. Какой цвет теней я буду использовать под эту помаду? Даже не знаю. Сначала накрашусь тенями, потом помада. Если не подойдет, так и будет. А, нет, сначала брови. У нее есть щеточка. У него, у карандаша. И цвет вот такой. Он как taupe или, в общем, сера. Такой он сероватый. Так, как это... Наверное, я все-таки потом вырежу этот момент, потому что я могу с бровями возиться миллион лет. Возьму такое маленькое зеркальце. У меня брови темнее цвета волос. Наверное, это нормально. Хотя у некоторых людей цвет одинаковый. Обычно я пользуюсь помадкой от NYX в цвете Blonde. Мне очень нравится. Хочу попробовать нашумевшую Анастасия Беверли Хиллс. Но она стоит что-то 28 евро или как-то так. Но это как-то... Мне кажется, цвет неплох. Да и сам карандаш неплохой. Единственное, что уже, думаю, будет не хватать фиксации. Сейчас щеточкой все это как бы растушуем. Ой, щеточка вообще класс. Мне нравится. Классный карандаш. Сегодня будет видео все а за Ива. Видео не спонсировано, кстати. Буду использовать две кисти. 225 Luxe Eye Blender и 232 Luxe Classic Shader. Итак, в общем, наверное, это была не очень хорошая идея использовать новый продукт, когда у тебя есть 20 минут на макияж. Но challenge accepted. Наверное, я выберу для подложки вот такой цвет Early Empty. Вот этот вот. И как основной цвет Cheap Bar. Вот этот вот. Вот этот. Да. Приступим. Знаете, мне кажется, он темноват для подложки. Ну ладно. Добавлю-ка я сюда Urban Culture. Он более такой бежевый, менее рыжий. Пока что, если сравнивать с палеткой Cocoa Blend, мне кажется, что не так легко они тушуются. Возьму вторую кисточку и нанесу Cheap Bar на века. Итак, я думаю, я обойдусь сегодня двумя цветами. Не буду сильно мудрить, тем более макияж у меня не вечерний. Сейчас нанесу тушь и помаду. И посмотрим, как все это получится. Чтобы избежать эффекта заплаканных глаз, на слизистую я нанесу Wonder Pencil от NYX. На верхнее веко карандаш от Catrice. По-моему, это Rolling Like a Stone. Ну, в общем, какой-то серый, серо-черный граффитовый карандаш. И ресницы тушью от Luxe Visage, белорусская фирма Push Up Effect. Немного. Теперь пришел черед помады. Цвет очень неспокойный, действительно такой пыльной розы. Я даже думала, может быть, перекрасить вот в эту, потому что она в таком более кирпичном цвете. Но не буду. Итак, мой макияж готов. И я уже катастрофически опаздываю. Поэтому будем прощаться. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok